Ремонтные работы в старооскольских детсадах и школе проинспектировал сегодня Андрей Чесноков. А еще вместе с командой специалистов муниципалитета глава побывал на пляже, но не с целью отдохнуть, а чтобы оценить ход благоустройства самого популярного у горожан места для купания. Под звуки сирены под лучами палящего солнца по объектам проехала и наша съемочная группа. В тени плюс 35, на солнце и того больше. Но работы на социальных объектах Старого Оскола продолжаются, как и контроль за качеством их исполнения. В рабочем графике главы округа личное посещение самых важных строек. Прежде всего на карандаше ремонты в детских образовательных организациях. Безопасность и комфорт малышей в приоритете. Строительство ограждений и оклеивание бронепленкой, кровельные работы, мелочей нет. В родничке по периметру установлен почти полукилометровый новый забор. По поручению главы на воротах, а здесь три входных группы, будут установлены кодовые замки. Звучит сирена. Дети и взрослые отправляются в безопасные места. Таковы реалии времени. Но помимо заботы о безопасности, есть планы комплексного развития детских садов. Одинаковые по форме, разные по содержанию. Начинку придумают вместе родители, педагоги и даже бывшие выпускники. Сам глава посещал как раз этот 19-й садик на приборостроителе. Посещал и на самом деле с момента посещения, наверное, я здесь первый раз. Конечно, с одной стороны, хорошо, что многое не изменилось. С другой стороны, конечно, уже сад морально устарел, помещение морально устарело. И мы вот сейчас с большой командой работников дошкольного образования, общего образования, сейчас сформировали перечень первоочередной учреждений, которые требуют капитального ремонта. Задача следующая, то есть правильно подойти к формированию технического задания на проектирование. Потому что мы хотим, конечно, чтобы детский сад после капитального ремонта был не просто отремонтирован, стены, окна и так далее. То есть была своя философия. Философия воспитания, философия образовательная. Чтобы мы могли здесь, вот в каждом из таких объектов, индивидуально, давать ребенку возможности для своего роста, для профессиональной ориентации, уже даже с малого возраста. И сейчас мы работаем с профильным министерством, министерством образования, министерством строительства Белгородской области. У подачи заявки от нашего городского округа на федеральное финансирование по капитальным ремонтам как дошкольных учреждений, так и наших школ. В «Соседней сказке» на «Молодогвардейце» тоже ведутся работы. В титульном списке УКСА сад также на особым счету. Все, что связано с детьми, требует особенного подхода. Кровельные работы завершены в Семицветике, на Конево, в Топольке, в районе ЖД вокзала и в детском саду «Солнышко» на Жуково. Убедиться в хорошем качестве выполненных работ поможет время. Но уже сегодня со стороны муниципалитета делается все, чтобы осадки больше не приносили проблем и не мешали организации воспитательного процесса. А вот по кровле еще одного объекта есть вопросы. Школа номер два на Хмелева. Подрядчику даны поручения исправить ситуацию в кратчайшие сроки. А в целом все ремонты должны быть завершены к началу учебного года. Кипит работа не только в образовательных организациях, но и на общественно значимых площадках для отдыха староскольцев. Городской пляж в микроюне «Юность» благоустраивают. По завершению купального сезона есть планы по проведению масштабных строительных работ и комплексному развитию этой рекреационной зоны. Задача на текущий год – выполнить ремонт проезда вдоль пляжа, связать его концептуально с набережной реки Аскалец, которую мы завершили благоустройство в прошлом году. То есть здесь продолжится велодорожка, продолжится пешеходная связь. Выполним лестничный спуск от «Юности», дом 55А, который натоптанный, он просится просто. К работам будем приступать по истечению пляжного сезона, потому что сейчас очень пользуется пляж потребностью у людей, и приступать к каким-то демонтажным работам неблагоразумно. В первую очередь заказчиками преобразований выступают сами староскольцы. Сегодня инициативы людей формируют повестку, а реакция на обращение побуждает к действию. Обращались уже к нашему мэру, обращались с вопросом того, что между пятым домом и шестым были большие ямы. Со временем нам всё залатали, теперь хорошая дорога. Теперь попросили спуск, и лежачие полицейские попросили, так как машины, иначе сезон летают. Люди становятся соучастниками процесса преобразований, и это рождает обоюдную ответственность за сохранение созданного вместе. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.